Часа должны быть наполнены академической футбольной игрой. Не в плане 0-0, а в плане того, что игроки-академики. Насколько им будет соответствовать дуэт ваших комментаторов, Юрий Розенов и Василий Соловьев, это уже решать вам. Культура паса, как говорят, культура игры. Похоже, атаку трудно будет остановить. Жалость какая, а! И вот он, перехват и возможность уйти в контратаку. Опасный момент. В воротах мяч. В воротах, в воротах, гол будет засчитан. Ну сколько бьют по воротам в течение матча? Ну если большой перевес, то в створ ударов 8-9, да? Далеко не каждый раз первый же удар оказывается результативным. Доставляется мяч в штрафную. Забирает мяч вратарь, в принципе, у него есть возможность сразу его вбросить. Представьте себя на трибуне. Вы бы тоже свистели в этой ситуации, невзирая на счет. Удар! Потащил один удар, но может быть и второй. И вот в этой борьбе мяч кажется бесхозным. Вот такой грустный для атакующих конец. Но ведь не конец игры, конец всего лишь атаки. И вратарь играет на выходе. И все, конец атаки. Или вернее начало другой со стороны соперника. Задействует вратаря этим пасом игрок, а болельщики недовольны. И получает команда право на штрафной удар. И партнер рядом есть, с кем можно отыграться. А ведь это был шанс забить гол. Это был шанс забить гол. И многие, наверное, будут недовольны тем, что судья на линии зафиксировал офсайд. Покат. Еще одна передача. А что? Удар-гоул! Хорошая передача партнеру, который вовремя открылся. Не может атакующая сторона эти оборонительные редуты преодолеть. Но, во всяком случае, вот в этой атаке. Переходит мяч к другой команде. Свисток штрафной. Есть с кем отыграться. Пасует. Но с таким передачей мы далеко не уедем, господа. Уведет команда мяч в игру руками. Единственный способ, когда это может сделать полевой игрок. И из-за боковой будут сбрасывать. Штрафной удар. Продолжает атаку, как будто бы и не было остановки команда. Ну, а партнер, кому отпасует? Очень органичная атака. Еще одна передача. Все правильно. Есть адресат для паса и пас следует. Ну что ж, арбитр всегда прав. Он офсайд зафиксировал. А мы будем спорить, случилось ли положение вне игры или нет. Пас партнеру продолжается атака. Ух ты! И как бы так не вышло, что хороший отбор вообще в минус команде пошел. За боковую мяч попал. Оттуда же и будет возвращен в игру. Не получилось ничего в этой атаке. Явное превосходство защитной линии. Ничего не придумали. Кончилось дело неточным пасом и перехватом. Честно говоря, большинство вратарей сейчас на выходах-то играют не здорово. Вот как раз учитесь. Вот дерзкий какой, а. Прям прыгнул в ноги. Хороший пас. Хороший пас. И на, как чисто сыграна. А ведь здесь рискован найти встык. Тут можно получить и пенальти. Вовремя мешалась защита и перехват. И вот пасует партнеру. Просто катится эта атака. Удар и гол. Есть чему радоваться. Эмоции и адреналина-то хорошо, но проблемы у своих команды еще не решили. Причем так странненько. Все стоят как-то так понуро, а он один носится, как угорелый. Не надо смотреть. И пенальти нас с вами ожидает. Очень уверенно исполнил 11-метровый удар и забил. Вот она эстетика обороны. Селисти трэпери. Первый тайм завершен. Я подозреваю, что команда, уступающая в счете, может, так сказать, да, немножко побронить арбитра в перерыве. Но, в принципе, задача-то у нее другая. Мяч они уступают. И какая разница, откуда он был забит. 45 минут на то, чтобы ликвидировать этот дефицит. Нужно было разбираться с этой ситуацией каким-то другим образом. Нужно было отыгрывать этот пенальти. Потому что, что зря время терять. Но, ничего, может быть, зарядятся в перерыве, а там, глядишь, и все изменится. Хороший пас. Это аут, господа. Можно сказать, и в стеночку. А это гол. Это означает полет нормальный. Вопрос, куда летим? Кто ищет, тот всегда найдет. Вы обратили внимание, да? Он ищет с самого начала. И дважды уже отыскал. И, похоже, останавливаться на достигнутом не намерен. Вот, пожалуйста, вам демонстрация обводки. Продолжение атаки через пас. А лаверды, если угодно. Перехватывает мяч оборона. И в этом нет ничего удивительного. Мало ли, что атака красиво развивалась. Защитка тоже не дремала. Передача. Будет подавать. Тут без вопроса. Аут. Не знаю, правильно ли говорить, что футбольная атака захлебнулась. Или это комментаторский штамп. Но я думаю, что понят буду верно. Как говорится, заходите в следующий раз. С этой атакой все уже закончено. А пас-то неплох. Не подстроился, по-моему, игрок под мяч. Или что-то другое не сложилось. Во всяком случае, результат мы видим. Совсем-совсем не точно. Удар вперед. Кому-то могло показаться, что и не нацеленный, и верхом. А вот глядите-ка. Получился хороший пас. И это перехват, который, по-моему, атаке уже положил конец. И это штрафной. Целая серия удачных передач в современном футболе. Это редкость, потому что все больше и больше торжествует команда, которая действует на ограничения. Не сумел уйти от подката форвард, и мяч у него отобрали. Вот момент, и, пожалуй, нужно бить. Продолжается атака. Достаточно короткая перепасовка. Продолжает команда атаку развивать. Неплохая передача. А ну, конечно, жаль, жаль. Так-так, а дальше? Ну и кто здесь? Чаще всего защищающийся просто больше. И вот подкат, судейский свисток молчит, мяч снова у соперника. Забирает мяч соперник. Борьба за мяч, и атака конец. Мастерски просто, мастерски пошел. Мне кажется, он даже не заметит этого промаха, и будет рваться, и бить еще, еще, и еще. И я уверен, что забьет еще, потому что тем забитым не ограничится. Будут сбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Вот передача. Еще один пас. Бей! Ну, с этой атакой покончено. Холодно и неуклонно она была перехвачена, как передача. А англичане когда-то назвали это корнером. У нас до конца это понятие не приживается, мы предпочитаем угловой. Но это в вене современного футбола не давать бить или блокировать удары, как получится. Мяч уходит за пределы поля, будет подаваться угловой. Тот скажет, отбойная игра и будет прав, но ничего постыдного в этом нет. Ну, головой он играет хорошо, кто бы в этом сомневался. Хорошая передача партнеру, который вовремя открылся. Практически не поднимая головы, очень хорошее взаимопонимание. И здесь защитник молодец. Прочитал. Прочитал мысли пасующего и передачу перехватил. Выходит голкипер, ловит мяч и, в принципе, может сразу начинать атаку. А я бы сказал, что и соперник не препятствует игре в пас. В противодействии, в отборе он сегодня не очень хорош. Да, могли бы наброситься, но нет. И вот он пас. Так, молодец. Думаю, надо бить и забивать. Гоу! Ничейный результат на табло уже высвечивается. Вы знаете, три мяча это прекрасно, конечно, но если оборона дает одному игроку отличаться трижды, это камень ее огород. Как хотите, нужно было принимать какие-то средства сильнодействующие. А теперь уже поздно. Теперь уже поздно. Три мяча отгрузил. Никаких сомнений, никаких волнений. Игрок точно направляет мяч в ворота. Неплохо. Похоже, его передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Ну а теперь что? Ну давай! Это был шикарный шанс выйти вперед. Отбор-то хорош был, но вот сразу в контроль катиться защитник не сумел. Думаю, надо бить и забивать. Практически это победа. И тем, кто в эпизоде пострадал, самое главное не искать виноватого. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Как здорово стремиться к победе до самого конца матча. Ну и теперь очень интересно, сколько осталось минут или даже секунд. Хватит ли времени, чтобы дойти до чужих ворот хотя бы один раз после пропущенного этого гола. Пока все очень неплохо. И стандарт, стандарт в такую минуту, в такой ситуации, это я вам скажу. Грубый удар сзади, срыв атаки, красная карточка без каких-либо сантиментов. Так играть нельзя, дорогие друзья. Так вас будут наказывать всегда. Это красиво. Ох, такой момент-то мог быть. Ну что ж, 4 гола забили и еле-еле выиграли. Вот как бывает. Матч завершен. 4-3. И разумеется, что... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...